В ситуации, когда ни парламент, ни референдум не способны в полной мере осуществить демократию, необходимо создать подлинные народовластия. Интересы народа должны представлять рядовые граждане, жители сел, городов, которые не понаслышке знают о проблемах того или иного населенного пункта и готовы представлять и защищать свои интересы. Единственным средством народовластия в Молдове могут быть советы народных представителей, где делегированные граждане, народные избранники будут представлять волю народа. Советы народных представителей должны существовать повсеместно в каждой сельской и городской премьерии. Все жизненно важные для жителей того или иного населенного пункта решения должны приниматься на сессиях Советов народных представителей. Накануне сессии народные избранники должны предварительно обсудить повестку дня сессий с гражданами, узнать их мнение по тому или иному вопросу и после сессии отчитаться перед теми, кто его избрал, о том, как он проголосовал на сессии. На наш взгляд, именно эта форма государственного управления является самой справедливой, обоснованной формой воли земления народа. Для решения вопросов общественной жизни на уровне республики необходимо участие всех народных представителей, так как они представляют волю всего молдавского народа, проживающего во всех селах и городах республики Молдова. Так как в стране нет помещения, в котором могли бы разместиться все народные представители из каждого района страны, предлагается, чтобы каждый совет народных представителей на уровне района направлял на республиканскую сессию народных представителей от 40 до 50 делегатов в зависимости от численности заселения каждого района. Таким образом, будет обеспечено участие в сессиях представители всех районов. Народные избранники будут оставить интересы своего района, выдвигать по месту сессии интересующие их вопросы в рамках населенного пункта, который они представляют. Республиканская сессия Совета народных представителей будет являться Высшим Советом Молдавского народа и будет называться СФАПУ-Ц. На ней будут решаться наиболее значимые для всей страны вопросы, в частности, касающиеся внешней политики республики Молдова, а также других, не менее существенных для всего молдавского народа вопросов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова